Всем привет! С вами Солнце и вы смотрите рубрику Тэг Трэк. 10 лет назад благодаря фабрике звезд на российской эстраде появилась Рита Дакота. Яркий образ, авторские песни и их невероятное исполнение. Все это помогло Дакоте завоевать любовь зрителей. Однако еще в начале творческого пути Рита приняла решение уйти из шоу-бизнеса. К счастью, прощаться с музыкой девушка не собиралась и несколько лет выступала в составе независимой рок-группы. В 2015 году Дакота снова появилась на телеэкранах и приняла участие в музыкальном проекте. На этот раз авторские песни зазвучали в рамках шоу «Главная сцена». Возвращение Риты Дакоты на российскую эстраду стало фееричным. Она выпустила клип на песню «Полчеловека», который на данный момент собрал в сети более трех миллионов просмотров. Говорят, что именно успех этой композиции подтолкнул певицу к тому, чтобы продолжить работу над новыми песнями и клипами. Что ж, ждать пришлось недолго. Совсем недавно в сети появился клип на песню «Боюсь, что да». По словам артистки, эта песня стала ее личным откровением. «Я пустила всех вас еще глубже под кожу, рассказав о страшном периоде своей жизни, связанном с алкоголем, отчаянием и нежеланием жить», пишет Рита в своем инстаграме. «Лучше пускай алкоголь, лишь бы что-то по венам текло». В первый день релиза песня «Боюсь, что да» взлетела на первое место российского iTunes, обогнав своего конкурента, который на тот момент звучал из каждого утюга. «Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет». Режиссером клипа стала близкая подруга певицы Карина Кандал. По словам Дакоты, раньше она даже и не мечтала поработать с Кариной из-за финансовых возможностей. Однако судьба все равно свела их вместе, и совместная работа закипела. Зимой в СМИ появилась информация, что Рита раздумывает о возможности уехать на Бали. Девушка влюблена в этот остров, однако съемки клипа прошли в ненавистном для нее Нью-Йорке. Позже певица призналась, что готова уехать в любой город, где будет творить Карина Кандал. С Нью-Йорком девушки не прогадали. Картинка клипа получилась яркой и эмоциональной. Интересно, но клип на песню «Полчеловека», так же как и клип на песню «Боишь, что да?» кое-что объединяют. Да, они оба похожи на стилизованный инстаграм Риты Дакоты. Но вот я не могу стилизованный инстаграм сделать, а люди стилизованные клипы снимают. Ну, почему бы и нет? Кто-то, кто-то любит тебя, так же сильно, как любила я. Пою, что да, пою, что да. Творчество Риты Дакоты интересно своей неординарностью. Она смело заявляет о том, что не собирается прогибаться под стандарты шоу-бизнеса и искренне гордится тем, что проникло в сердца слушателей благодаря своему таланту. Отсюда и вывод. Любите то, что вы делаете. Отдавайтесь любимому делу полностью, так, как это делает Рита Дакота. И успех вам гарантирован. Еще до того, как началась работа над клипом, Рита поставила перед собой цель перебить популярность клипа на песню «Полчеловека». Что ж, я думаю, все к этому идет. Ну, а пока Дакота бьет собственные рекорды и обещает нас порадовать новыми песнями и клипами к концу лета, мой выпуск подходит к концу. Напомню, если у вас есть клип-обзор, на который вы хотите увидеть, вам достаточно найти его в Инстаграме, отметить там меня и поставить хэштег «Солнце Тег Трек». И тогда я обязательно о нем расскажу в одном из следующих выпусков. Ну, а на сегодня у меня все. С вами была Солнце. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальцы вверх. А главное, никогда ни при каких условиях не переставайте улыбаться. Еще увидимся. Пока!